Девушки отдыхают Это низкобюджетный трэш Тенденция упускать в свет компьютерную игру синхронно с премьерой на большом экране набирает обороты Гигантские роботы, полная разрушаемость, масштабные сражения и инновационная система апгрейдов Игроманы, с вами снова Фак и я, Андрей Воробей Фак — это компас в мире компьютерных игр Из нашей программы вы узнаете последние новости игровой индустрии и услышите ответы на вопросы по прохождению Итак, переходим к делу Земля, случайно оказавшаяся ареной в межгалактической борьбе, находится на грани уничтожения Шансов спасти планету становится все меньше и меньше с каждым днем Таково начало научно-фантастической стратегии Universe at War — Earth Assault Нам предлагают принять командование одной из трех уникальных фракций и в очередной раз определить судьбу человечества Встав на его сторону, можно спасти Землю А выбрав лагерь пришельцев, стереть ее в порошок Действие Universe at War — Earth Assault стартует в недалеком 2012 году На изнуренную внутренними конфликтами Землю, как гром среди ясного неба, свалились орды межгалактических захватчиков Инопланетная раса зовется иерархией, и цель у космических кассурман знакомая — destroy all humans Дело тут не в личной неприязни, просто для иерархии мы один из видов топлива, необходимого им для дальнейшего существования Игра поступила в продажу 10 декабря 2007 года Рекомендуемые системные требования Процессор 3 ГГц, 1,5 ГБ оперативной памяти и 256 МБ видео, а также 3 ГБ на жестком диске В качестве ресурсов используются постройки земля А для транспортировки юнитов одной из раз можно использовать специальную транспортную систему Но самое главное и интересное — это гигантские роботы иерархии Вот это то самое, ради чего стоит поиграть в эту игру Все остальное может даже надоесть Именно эти огромные машины вытягивают геймплей игры на твердые 5 баллов Визуально Universe at Board выглядит удивительно хорошо Весь экран искрит спецэффектами, ломается, бликует, шипит и, разумеется, взрывается Очень красиво! 5 баллов за внешние данные Озвучка также оставляет приятное впечатление В подборе спецэффектов чувствуется профессиональная работа звукорежиссера А голоса записаны профессиональными актерами Все в меру, все в порядке 5 баллов за звук Про Earth Assault уже сейчас понятно, что игра вряд ли заложит тренд и станет объектом копирования Очень добротная, красивая и детализированная стратегия Которую не признают в качестве многопользовательского снаряда И не произведут конкуренты StarCraft 2 Честно говоря, и не надо Наша общая оценка игры 5 баллов Война миров в исполнении Петроглиф Геймс Гигантские роботы, полная разрушаемость, масштабные сражения и инновационная система апгрейдов Все это действительно способно увлечь вас надолго Уже в те времена, когда жанр РТС окреп и обрел немало поклонников В этих играх всегда не хватало чего-то масштабного Грандиозного В World in Conflict мы увидели настоящий ядерный взрыв Здесь нам предлагают вдоволь наиграться огромнейшими юнитами Те, кто так и не понял, о чем речь, смотрите наши ответы на ваши же вопросы Первый вопрос И один из самых популярных Как завалить гигантских роботов? Отвечаем! На самом деле с ними все очень просто И не важно, есть ли у вас тяжелая техника или нет Самое главное — это максимально возможное количество самых слабых юнитов Все вместе они очень сильно подпортят жизнь этим гигантам Посылайте их навстречу роботу А оборона около вашей базы завершит уничтожение этих монстров Следующий вопрос Подскажите, пожалуйста, а можно восстановить поврежденные части у Волкера? Отвечаем! Нет! Поврежденные части, например, ноги не восстанавливаются Вы можете построить заново только апгрейды Следующий вопрос Скажите, можно ли в этой игре как-нибудь играть за людей? Отвечаем! Практически нельзя! Только в самом начале кампании нам дают управлять людьми Чтобы мы прониклись всей беспомощностью этой расы Фэнтезийная серия о похождениях Ведьмака За авторством польского писателя Анджея Сапковского Насчитывает семь романов и несколько рассказов Сериал завоевал дикую популярность А сам писатель во многих странах стал культовым Понятное дело, что нужно двигаться куда-то дальше И вот, несколько лет назад Польские же игроделы из CD Projekt заявили Что делают The Witcher, игру о похождениях Геральта из Ривии Давайте посмотрим, что у них получилось В финале владычицы озера последней книги серий Наш герой и его любимая чародейка Йеннифер Исчезли, погибли Отправились на мистический остров Авалон Сценаристы CD Projekt не стали гадать А просто подбросили бесчувственного Геральта на дорогу Где его и нашли другие ведьмаки, направляющиеся в Каэр Морхен Придя в себя, Геральт тут же вступает в бой На крепость нападают бандиты, которые хотят прибрать к рукам древний рецепт мутагенов Игра насыщена действием, интригой и неожиданными зигзагами сюжета Отчего The Witcher проходится упоительно, на одном дыхании Авторы постарались привнести в сюжет свойственные вселенной ведьмака К глубину и многообразие А вот амнезия ведьмака как раз очень удачная придумка Возможность по крупицам восстанавливать память Общаясь со старыми знакомыми Узнавая себе порой очень противоречивые сведения Стало одной из главных интриг игры Рекомендуемые системные требования к игре таковы Процессор Core 2 Duo 2 гигабайта оперативной и 512 мегабайт видеопамяти На жестком диске ведьмак займет 8,5 гигабайт Ролевая и боевая системы Вторая после сюжета «Удача The Witcher» Бои здесь стремительные, исполненные виртуозных комбо и динамики При атаке игра учитывает множество параметров Заставляя под конкретных противников подбирать разные мечи и разные же боевые стили Каковых здесь по три на каждое из фирменных орудий ведьмака Особую специфику и боевой, и ролевой системам придают мутагены Прием содержимого волшебных стлянок может изменить ход неудачно складывающегося боя Но расплатой будет интоксикация Вдобавок мы вынуждены постоянно тратить время на сбор трав Разделку туши, с которых достаем нужные ингредиенты Изучение многочисленных книг и выуживание сведений о различных рецептах Думаете, все это утомляет? Ни в коем случае! Наоборот, придает игре особую изюминку, глубину и многообразие Пять баллов за геймплей The Witcher, получив инъекцию новых технологий, заметно преобразился Но игру все-таки трудно назвать самой современной и продвинутой Она скорее берет стилем и потрясающим художественным вкусом сотрудников CD Projekt Спецэффекты доставляют настоящий эстетический восторг Они продуманы и прорисованы до мелочей Пятерка за внешний вид Впечатление усиливает роскошный звук Описать его практически невозможно Скажем лишь, что будь игра просто отвратительна, мы бы все равно порекомендовали купить ее и просто послушать Музыка не отстает, мелодии очень качественные и отлично подходят игре Пять баллов за звук Искать ложку дегтя в такой ситуации крайне неблагодарное занятие Да, можно отметить некоторую однообразность квестовых персонажей, упомянуть проблемы с оптимизацией и логические нестыковки в некоторых квестах Но на общем пони все это действительно мелочи Твердая пятерка получает сегодня игра Ведьмак Разработчики, вооружившись культовой вселенной и бережно пронеся через 4 года трогательную любовь к белоголовому ведьмаку из Ривии Сделали шедевральную исполинскую игру, которая вполне может побороться за звание лучшей РПГ года А сейчас ваши вопросы и наши ответы по игре Ведьмак Вопрос Что такое магические знаки и как их лучше применять? Ответ В бою приходится активно применять магические знаки Оглушив врага знаком ААР, Геральт сможет убить его одним ударом А воспламенив знаком Игни, использовать боевой стиль, наносящий дополнительные повреждения именно подожженным противникам Вопрос А где можно купить себе новое оружие? Ответ Покупать новое оружие нельзя Мы можем инкрустировать ферменные мечи рунами и перековывать их, используя руду И это, пожалуй, даже интереснее, чем бесконечное хождение по лавкам в поисках нового арсенала Вопрос А зачем ведьмак медитирует? Что это дает? Ответ Это помогает усилить некоторые характеристики Прокачка отличается гибкостью, наглядностью и свежим подходом к процессу распределения талантов Происходит это во сне, вернее, в процессе медитации главного героя Поэтому поиск ночлега или места у костра – одна из важных составляющих местного игрового процесса Смотрите во второй части программы Power Rangers Super Legend Проект, направленный в первую очередь на детскую аудиторию BeMovie The Game – это низкобюджетный трэш Тенденция упускать в свет компьютерную игру синхронно с премьерой на большом экране набирает обороты Смотрите во второй части программы BeMovie The Game – это низкобюджетный трэш Тенденция упускать в свет компьютерную игру синхронно с премьерой на большом экране набирает обороты Power Rangers Super Legend – проект, направленный в первую очередь на детскую аудиторию Ушедший 2007 год был богат на компьютерной экранизации высокобюджетных голливудских мультиков Чаще всего это представляло из себя довольно-таки посредственный ширпотреб Собранный на скорую руку и в условиях крайне ограниченного бюджета Не миновала чаша сия и мультик BeMovie, повествующий о похождении бравой пчелы Вернее, пчела BeMovie The Game предлагает нам лично поуправлять героями медового царства Однако качество исполнения игры оставляет желать лучшего Впрочем, смотрите и сами все увидите Сюжет игры довольно-таки прост и, в общем-то, копирует сценарий мультика Впрочем, основную часть игрового времени вам придется проводить в компании мини-игр И в выполнении всевозможных квестов вида «Возьми что-то в точке А и отвези в точку Б» Дети, должно быть, будут рады познакомиться с таким многообразием нехитрых развлечений Тем не менее, в игре присутствует ряд светлых моментов, о которых мы поведаем чуть позже Системные требования игры таковы Процессор на частоте 2 ГГц 512 МБ оперативной памяти 128 МБ видео И 1,5 ГБ на жестком диске Судя по всему, нам под управление попала самая беспокойная пчела в улье Главный герой за 10 минут игры успевает проработать таксистом, доставщиком пиццы, кольцевым гонщиком и черт еще знает кем В качестве вознаграждения он получает, конечно же, мед Постепенно этот калейдоскоп бессмысленных действий начинает утомлять Но ситуацию спасают авиауровни и эпические боссы, в качестве которых выступают хомо-сапиенсы Со всевозможными средствами уничтожения ненавистных насекомых Наша оценка геймплея — 3 балла А вот графика откровенно убогая И не идет ни в какое сравнение с оригинальной мультяшкой Не спасает положение ни размытия текстур, ни изменения разрешения экрана В антураже психоделической раскраски окружающего мира И порой граничащей с абсурдом архитектуры уровней Все это оставляет, мягко выражаясь, двоякое впечатление Наша оценка графического оформления — 2 балла В звуковой составляющей игры также никаких революционных достижений не происходит В игре нет ни профессиональной озвучки, ни лицензированных саундтреков из мультика Наша оценка звукового сопровождения — 2 балла Об игре B-Movie The Game можно сказать то же самое, что мы говорили и о трансформерах И о приключениях Шрека, и о пиратах Карибского моря Низкобюджетный трэш Тенденция выпускать в свет компьютерную игру синхронно с премьерой на большом экране набирает обороты Это всего лишь очередной денежный куст, который ушлые издатели не поленились потрясти Наша общая оценка игры — 2 балла B-Movie The Game — проект, рассчитанный в первую очередь на детей Оно и понятно — малыши будут в восторге от того, что им подначало попал один из героев любимых мультиков В отличие от взрослых, дети не будут обращать внимание на убогую графику Крайне примитивные задания, ультралинейный сюжет и откровенную халтуру разработчиков Но не будем излишне суровы Игры всякие нужны, игры всякие важны А сейчас мы ответим на ряд вопросов по игре и дадим пару советов по прохождению Первый вопрос Какие преимущества имеет полет по кнопке «Тап» перед хождением на своих двоих? Отвечаем Это не совсем полет, скорее парение Достаточно бессмысленная вещь Всего лишь дань тому, что перед нами насекомые, рожденные летать не ползать Если же вы хотите куда-то быстро добраться, то крылья вам в этом деле не помощники Лучше остановить первую попавшуюся машину и устроить покатушки в стиле GTA Следующий вопрос Как мне справиться с боссами? На экране появляются подсказки, но они не работают Отвечаем Подсказки работают, только не совсем корректно Дело все в том, что B-Movie The Game – проект кроссплатформенный И ниша PC для него не является приоритетной Те подсказки, которые вы видите, предназначены в первую очередь для владельцев консолей При игре же на компьютере единственным решением является зубрежка горячих клавиш игры Продолжаем тему мультиков Сериал Power Rangers ведет свою историю аж с 1996 года Это совсем другая ниша компьютерных игр С всевозможными трансформерами, пчелками, шреками и прочими отрыжками с приставкой The Game Игру Power Rangers Super Legends роднит только одно Она также была создана по мотивам диснеевского мультсериала На этом сходства заканчиваются Перед нами продукт несравненно более высокого качества Он не в пример интереснее и разнообразнее упомянутых товарищей Смотрим Power Rangers Мультипликационный сериал, которому в этом году исполняется 15 лет К этой знаменательной дате студия Волта Диснея и выпустила игру Power Rangers Super Legend Сюжет игры вертится вокруг противостояния трех разноцветных супергероев И злобного гения в красных доспехах Который само собой рвется к власти и мыслит исключительно масштабами вселенной Оригинального в такой завязке, скажем прямо, ничего нет Но это не главное Игра цепляет совсем другим, а именно тем, чем и должна Собственно, игровым процессом Но обо всем по порядку Системные требования игры таковы Процессор на частоте 2 ГГц, 512 МБ оперативки, 128 МБ видео и 1,5 ГБ на винчестере Игру Power Rangers Super Legends можно охарактеризовать как псевдо-трехмерную платформенную бродилку с элементами файтинга Мы вольны убивать посланников злодея тупым расквашиванием носов Прокидыванием через весь экран с помощью личного бластера, который работает в нескольких режимах Драки не прекращаются даже в воздухе И, конечно же, в нашем распоряжении суперудары С помощью которых можно уничтожить все живое в пределах экрана Все остальные классические фишки аркад в виде бонусов и секретных уровней также присутствуют Наша оценка геймплея 5 баллов Графически игра выполнена в стиле комиксов И чем-то напоминает онлайн-покатушки Drift City Который наверняка запомнился нашим постоянным зрителям При первом взгляде на Power Rangers Super Legends Может показаться, что это трехмерка Однако на деле выясняется, что это иллюзия Умело созданная с помощью активного задника Тем не менее, это нисколько не ломает графический ряд игры И смотрится более чем гармонично Наша оценка графического оформления 5 баллов Звук в игре добротен, но не более того Саундтрек вполне себе динамичен Но его чаще всего не слышно за спецэффектами драк Которые, в свою очередь, будут ласкать слух И навевать ностальгические настроения на всех фанатов файтингов старой школы В общем, никаких претензий к звуку Но и хвалить, в общем-то, не за что Наша оценка звукового сопровождения 4 балла Подводя итог, отметим, что Power Rangers, как и B-Movies The Game О котором мы рассказывали чуть ранее Проект, направленный в первую очередь на детскую аудиторию Либо же на фанатов телеверсии приключений рейнджеров Но тем не менее, неподготовленному игроку Также будет интересно поближе познакомиться с разноцветными любителями подграться Игра цепляет, а это в нашем деле самое главное Наша общая оценка Power Rangers Super Legends 5 баллов Некоторым Power Rangers Super Legends может показаться старомодной Связано это в первую очередь с тем, что игра выполнена С соблюдением всех канонов платформенных аркад Которые в свою очередь сформировались в те вдалекие времена Когда компьютеры были большими, как деревья Вы не встретите тут навороченных спецэффектов Лицензированных саундтреков и голосов голливудских звезд за кадром Тем не менее, поиграв в Power Rangers пару часов Вы поймете, что это совсем не главное Для тех же, кто очаровался нехитрым геймплеем рейнджеров Наши ответы на ваши вопросы по игре Первый вопрос Что означают разбросанные по уровням буквы? Отвечаем Это составляющий слова рейнджер Как только вы соберете все шесть букв Вам предложат сменить главного героя А значит и методы борьбы с недругами Это безусловно разнообразит похождения во имя добра и мира во всем мире Следующий вопрос Иногда мне встречаются бонусы, до которых я никак не могу добраться Как быть? Отвечаем Все вкусняшки, которые встречаются на вашем пути, можно слопать Да, время от времени это требует определенных усилий Попытайтесь использовать либо двойной прыжок, либо отвесные стены По которым наш герой научен ползать а-ля Человек-паук Либо же ищите альтернативный путь Чтобы добраться до определенных бонусов, иной раз приходится перепахивать полуровня сначала Следующий вопрос Как мне попасть в секретные уровни? Отвечаем На вашем пути иногда будут встречаться все возможные кристаллы различных оттенков Чаще всего они расположены в каких-нибудь труднодоступных местах И даже иной раз не видны Так вот, если вы напряжетесь и добудетесь десяток таких алмазов неграненных То по завершению текущего уровня попадете в бонусный На сегодня это все Меня зовут Андрей Воробей, это был Фак Заходите в форум на сайте musdefisttv.ru Меня можно найти и там Присылайте свои вопросы на адрес faqsobaka.musdefisttv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма Удачи! И разработчиков побогаче, чтобы в этом году мы с вами играли только в самые крутые игры Субтитры создавал DimaTorzok